Известный студентам-математикам полушуточный принцип Дерихле гласит, если вы хотите рассадить по n-клеткам n плюс 1 кроликов, то хотя бы в одной из них окажется по крайней мере двое. При переходе от кроликов к политзаключенным закон не перестает выполняться, становясь настоящей головной болью для сотрудников ВСИН. В Москве очевидно, дана четкая установка – держать политических так далеко друг от друга, как только это возможно. Нас расселяют по разным режимным корпусам, переводят между столичным и СИЗО, а при первой же возможности стараются сбагрить в другой регион. Скажем, в моем случае не дождались не только апелляции по делу, но даже завершения ознакомления с материалами и протоколом. К чему такая поспешность? Конечно, к появлению новых политзаключенных. О том, что несколько фигурантов дела против Весны привезли к нам наводник, мне стало известно накануне этого этапа. Ночь поисков не дала никакой информации, кроме слухов. Информацию я получил уже в поезде. Уезжать из Москвы мне довелось вместе с соседом Валентина Хорошенина, обвиняемого по целому букету новых и старых репрессивных статей. Вместе с ним наводник приехал Евгений Затеев и, по всей видимости, Янг Сеншипольский. Ребята, по словам их соседей, держатся стойко и уверенно. Не боятся вести политические дискуссии и делиться новостями с простыми арестантами. Верят в скорое освобождение. Уж точно более скорое, чем сулит совокупность их статей. Остается в московском СИЗО 5 и некоторое количество старых постояльцев. Так мне, буквально за несколько часов до этапа, возвращаясь со свидания с адвокатом, мельком довелось пересечься с Владимиром Карамурзой. Возможности пообщаться хотя бы пару минут у нас не было, ну и несколько секунд достаточно, чтобы зарядиться его неиссякаемой энергией и оптимизмом. Молва о его беспрецедентном приговоре, давно уже прошедшая по московским изоляторам, добралась и до регионов. Нижегородским зэкам тоже интересно, как поживает в Москве Яшин, да что думает делать со своим сроком Карамурза. Ну а местная тюремная администрация подошла к решению проблемы с обратной стороны. Собрать всех политических вместе, заселить ими отдельно стоящее здание спецблока, и пусть там агитируют друг друга сколько их душе угодно. Так я и оказался в кругу сплошных террористов, экстремистов и госизменников. В очередной раз я удивился, что политзаключенных в России многократно больше, чем принято считать, а любые списки — лишь вершина айсберга.